Всем привет! Многие просили записать меня в видео о том, как можно оптимизировать игры на Windows 10, ну и сейчас уже на Windows 11. Я расскажу 7 самых основных настроек Windows, которые вы можете использовать для того, чтобы ваши игры начали летать. Поехали! Будет интересно! Переходим в настройки, параметры и здесь опускаем в первую очередь игры. В данном случае здесь нас будут интересовать несколько моментов. Xbox Game Bar. Если вы его не используете, вы его выключаете. Что такое Xbox Game Bar? Я рассказывал о виджетах в недавнем своем видео. Если оно вам не нужно, выключайте, это сэкономит вам ресурсы вашего компьютера. Дальше. У многих по умолчанию включена запись в фоновом режиме. Запись в фоновом режиме это когда все игры, которые вы играете, у вас записываются. И это очень-очень плохо, потому что, во-первых, на запись игры требуются ресурсы вашего процессора, вашей видеокарты. Плюс вся эта запись постепенно пожирает память на вашем диске. Если у вас диск маленький, то это будет очень быстро сожрано все место на вашем диске. У многих по умолчанию вот эта вот функция включена, поэтому ее обязательно выключайте. У меня на виртуальной машине это не поддерживается, но у вас вот эта галочка может быть включена, поэтому ее отключайте. Следующее. Обязательно включите режим игры. В данном случае режим игры позволяет высвободить все ресурсы вашей операционной системы под игру, когда вы непосредственно запускаете игру. И в данном случае это позволяет немножко получить FPS в момент, когда вы играете. Немножко ускорить загрузки, снизить задержки и так далее. Следующий параметр, который вам нужен обязательно, это зайдите в раздел «Система» и перейдите в раздел «Дисплей». Вот здесь вот дисплей. Далее вам нужно будет перейти в раздел «Настройки графики» и у вас будет вот такое окошко. Но на самом деле с нормальной видеокарты оно у вас выглядеть будет вот так, чтобы вы понимали. То есть я просто показываю окошко со своего основного компьютера. И здесь есть специальная настройка, которая позволяет включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением. То есть включить аппаратное ускорение на вашей видеокарте. Это позволит уменьшить время задержки и увеличить производительность вашего компьютера. Следующее, что я рекомендую, это отключить обновление в момент, когда вы играете. И в принципе это можно делать там каждые, например, 7 дней. Заходим в раздел «Обновление и безопасность» и здесь есть центр обновления. Так вот, вы можете приостановить обновление на несколько дней. Зачем это нужно? Это нужно для того, что когда у вас устанавливается обновление, у вас компьютер очень много ресурсов выделяет именно на эту установку обновлений. Поэтому вы можете приостановить обновление на несколько дней и они не будут у вас устанавливаться. И вот такую операцию вы можете выполнять там каждые 7 дней, каждые 14 дней. В момент, когда вы играете в игры, просто заходите в эту настройку, включаете ее и у вас в любом случае выделяться ресурсов будет на игры больше. Следующее, что я рекомендую сделать, и это очень-очень важно, и это в защитнике Windows отключить, точнее добавить в исключение ту папку игры, которую вы используете. То есть, допустим, у вас есть папка с игрой, вам надо будет перейти в защитник Windows, открыть вот эта защита Windows и угроз, дальше перейти в управление настройками параметры защиты вирусов и угроз. Здесь у вас, возможно, будет что-то включено, что-то выключено, неважно. Вам нужно будет перейти в именно раздел исключения и вот здесь вот нажать кнопочку добавить или удалить исключение. Вот, как вы видите, у меня на диске C есть папка Games, в которой лежат игры, и в данном случае вы добавляете эту папку полностью в исключение. Нажимаем, что вы хотите добавить, выбираете папку, далее у вас открывается диск, который вы можете использовать, в моем случае у меня только диск C, у вас же может быть диск D, E, F и так далее. И на всех этих дисках у вас могут лежать игры, поэтому обязательно в этот момент, если у вас есть какая-то большая папка с игрой, в которую вы все игры складываете, я рекомендую добавить эту папку в исключение. Зачем это нужно? В момент, когда вы включаете игру, защитник Windows каждый раз постоянно эту игру будет проверять. Соответственно, загрузка скорости игры будет уменьшена за счет того, что часть ресурсов будет расходоваться на то, чтобы проверить, что вы запускаете в данный момент и нет ли там какой-либо заразы. Это если вы используете именно защитник Windows. Если вы используете сторонний антивирус, то в любом стороннем антивирусе есть специальная возможность, которая позволяет включить игровой режим. Я не буду показывать на каждом конкретном антивирусе, как его включать, но в основных, самых крупных, больших антивирусах есть игровой режим. И его включить довольно-таки очень легко. Просто поройтесь в настройках вашего антивируса, если у вас стоит сторонний, и включайте игровой режим, когда вы именно переходите в игру. Опять-таки, это уменьшает задержки, это увеличивает скорость загрузки игры, потому что игра в момент включения запуска, она не проверяется. Если у вас несколько папок на разных дисках с разными играми, то вы, соответственно, все эти папки добавляете сюда в исключение. И, соответственно, при запуске каких-либо программ или папок или игр с этих папок, то у вас это проверяться не будет. Следующее, что я рекомендую, это включить режим максимальной производительности. В моем случае это нужно будет перейти в панель управления в обычную. Можно вот здесь прям набрать панель. Вот, как видите, у меня панель управления. Это классическая панель управления. И перейти в параметры электропитания. Так вот, здесь обратите внимание, что есть различные варианты, схемы параметров электропитания. И вот эти схемы, они тоже могут влиять на то, как у вас будут работать игры. Чаще всего вот эти параметры электропитания, они влияют на фрезы в играх. Так вот, если у вас будет стоять экономия энергии или сбалансировано, то в некоторых играх вы можете получить микрофрезы, о которых многие говорят, спрашивают, как же их убрать, эти микрофрезы. Так вот, ставьте высокую производительность. Тогда большую часть микрофрезов у вас исчезнет. И большинство игр у вас начнут работать нормально, без притормаживания, если, конечно, у вас компьютер эту игру тянет. Ну и еще один момент. Хочу напомнить о том, что я еще рассказывал, как включить самый мощный режим, который есть в параметрах электропитания. Он называется режим максимальной производительности. Так вот, этот режим, как включить, есть мое отдельное видео на канале. Поищите вот это видео, если вам это надо. Он убирает полностью все задержки между вашим оборудованием. Соответственно, при загрузке игры, когда у вас уже вы играете в игру, если у вас компьютер нормально эту игру должен тянуть, у вас не будет вообще никаких задержек. Но при этом компьютер будет всегда работать на 100% без каких-либо простоев. То есть процессор будет молотить на соточку. Все будет работать так, как оно должно работать по максимуму. Соответственно, это приведет к повышенному энергопотреблению. И это может немножко увеличить температуру работы вашего компьютера. Если с вашим компьютером все в порядке, и у вас там почищены вентиляторы, нет пыли, все нормально настроено, нормально термопаста используется, то у вас никаких проблем не будет. Если у вас есть какие-то проблемы с перегревом, если у вас есть какие-то проблемы с отрублением блока питания, который не вытягивает, не вывозит мощность вашего компьютера, то высокую производительность, максимальную производительность лучше не использовать. Если с вашим компьютером все в порядке и вы хотите прям получить полный-полный кайф от каких-то шустрых быстрых игрушек, то включайте вот этот самый режим максимальной производительности. Если тебе нужен оригинальный ключ для Windows 10 Pro с народной ценой в 1500 рублей или 20 баксов, который можно использовать безлимитно на одном компьютере в любой стране на любом языке, то ищи ссылку в описании под этим видео. Навсегда забудь о проблемах с активацией и тормозах пираток. Подтверждение моих слов можешь перейти в группу спецкомп, в раздел товары, вот здесь есть такой товар, и посмотреть более 1200 отзывов от покупателей за последние 4 года. Более подробную информацию о ключах вы сможете узнать в описании товара, нажав на надпись «Показать полностью». Здесь написано, как купить ключ, как получить его максимально быстро, что это за ключи, где мы их берем и почему они такие дешевые. Не забываем, что ключ можно заказать из любых стран удобным для вас способом. Еще один момент, это уже больше как история для тех, кто использует именно SSD диски. Я уже показывал, что у меня здесь стоит один диск, допустим, пускай будет это SSD, потому что он взят из SSD. И в данном случае обратите внимание, что у меня маленький диск, всего 60 гигабайт. Не важно, потому что это виртуальная машина. У вас же может быть там, например, один SSD, может быть там несколько HDD или несколько еще других SSD. Так вот, что я рекомендую делать? Во-первых, в первом случае самое главное, что если у вас SSD забит под завязку, любого объема, какого бы он ни был, если у вас на SSD нету 15-20% свободного места, то у вас уже этот диск начинает тормозить. В лучшей конфигурации диск работает до 60-70%, когда он забит. То есть все, что забито свыше 60-70% на SSD диске, это начинает затормаживать диск. И, соответственно, у вас в момент, когда вы запускаете, загружаете игру, у вас будут некоторые тормоза, которые вы будете замечать. Но когда уже игра сама будет работать, у вас все будет нормально. В момент именно загрузки вы увидите вот эти моменты подтормаживания из-за забитого SSD диска. Так вот, если у вас SSD диск, старайтесь, чтобы там всегда было немного свободного места. Это позволит SSD диску работать на его максимальной скорости. Ну и последний момент. Если у вас вдруг неизвестно, что с файлом подкачки, и вы уже мои видео смотрели по поводу файла подкачки, сейчас скажете, что я переобулся. Ничего не переобулся. Раньше я рекомендовал на маленьких SSD дисках, которые там 32-64 гига, не использовать файл подкачки, потому что файл подкачки занимал довольно-таки большое количество места. Там у людей было 4-8 гигабайтов оперативки, и, соответственно, файл подкачки ставили тоже в районе 4-8 гигабайт. Так вот, если у вас там 30 гиг и 8 гигабайт файл подкачки, то этот файл подкачки очень быстро убивал SSD. Сейчас же с большим SSD таких проблем нет. Файл подкачки сейчас не убивает SSD, поэтому я не переобулся, я просто немножко поменял расклады из-за того, что SSD стали больше. Так вот, если у вас SSD диск, обязательно на нем включите файл подкачки на SSD диске. Не важно, сколько у вас оперативной памяти. Я тоже говорил о том, что чем больше у вас оперативной памяти, тем меньше вы делаете файл подкачки. Допустим, у вас есть 16 гигабайт оперативной памяти, это, в принципе, достаточно для любой современной игры, но всегда, даже если у вас 16, 32 или 64 или 128 гигабайт оперативной памяти, я вам рекомендую как минимум 1 гигабайт файл подкачки оставить, а как максимум 2 гигабайта. Если у вас оперативной памяти меньше, то файл подкачки, соответственно, вы делаете больше. Вот у меня в моем случае на виртуалке 8 гигабайт. Чтобы в новой версии 10 или в 11 настроить файл подкачки, переходим в параметры, здесь выбираем система и опускаем, опускаем в самый-самый низ, нажимаем о программе. И вот здесь нам нужно будет идти искать дополнительные параметры, которые мы здесь видим. Вот они, дополнительные параметры системы. Быстродействие, нажимаем на эту кнопку, дополнительно переходим. Вот здесь вот есть изменить. Обратите внимание, у меня файл подкачки, кстати, для 8 гигабайт на виртуалке стоит нормальный. Вот здесь вот вы ставите галочку автоматически выбрать объем файла подкачки. И в данном случае у меня здесь файл подкачки почти 2 гигабайта. Но если вдруг вы хотите, чтобы он у вас был минимально, потому что чем меньше файл подкачки, тем меньше, соответственно, комп обращается к диску, тем больше он использует оперативную память. Но есть некоторые программы, есть некоторые системные моменты, которые обязательно используют файл подкачки. Например, если у вас часто вылетают синие экраны, то файл подкачки используется в момент, когда у вас создается дамп памяти по синему экрану. Кроме того, некоторые программы, некоторые игры обязательно требуют минимальное количество файл подкачки, какая гигабайт требует, какая 2, например, Photoshop может использовать до 4 гигабайтов файла подкачки, и это нормально, если у вас не будет вот этого самого файла подкачки, то у вас Photoshop нормально работать не будет, у вас будут постоянно вылетать окна, что вам недостаточно памяти, хотя памяти у вас может быть 32-64 гигабайта, и памяти вполне нормальная, она никогда не забивается на 100%, но все равно эти программы требуют старый файл подкачки. Поэтому именно для них рекомендуется выбрать какую-то часть, которая бы использовалась, и, соответственно, эта часть, она будет всегда работать. Самый простой способ это автоматически выбранный файл подкачки, если вы хотите его уменьшить, тогда вы убираете эту галочку и задаете тот размер, который вы сами хотите, там, допустим, у вас 16 гигабайт, вы можете создать 1 гигабайт файл подкачки, и все, в моем случае это вот я на автомате оставляю. Вот такие вот были рекомендации о том, какие настройки в Windows 10 вы можете использовать, ну а теперь для тех, кто досмотрел до конца, показываю все то же самое, только уже на Windows 11, потому что у многих с 5 октября уже будет появляться Windows 11, и вам интересно, как же это все работает на 11. Переключаясь на 11, тут на самом деле все то же самое, то есть самое главное, что здесь параметры перетекли уже вот в этот раздел, и в данном случае здесь у нас интересует, вот у нас есть дисплей, далее у нас есть раздел графика, это по поводу включения графики, которой я вам говорил, то есть в данном случае здесь вы можете ускорить, именно аппаратное ускорение включить по графике. У меня здесь этого нет, потому что это виртуалка, у вас это здесь будет. Далее, у вас есть раздел игры, и тут то же самое, вы отключаете Xbox Game Bar, если он вам не нужен, если он вам нужен, то можете использовать, но он сэкономит вам ресурсы, если вы его отключите. Иногда еще при отключении Xbox Game Bar некоторые моменты, которые с ним связаны, могут не работать, имейте это в виду, если вдруг у вас будут какие-то ошибки по Xbox Game Bar, то можете его обратно включить, но у меня таких проблем не возникало. Далее, клипы, как я же здесь говорил, уже вы их выключаете, у меня на виртуалке это все дело не работает, поэтому оно автоматически выключено, и игровой режим вы обязательно включаете, он здесь включен по умолчанию, значит все в порядке. То же самое вы проделываете с защитником Windows, то есть в данном случае вот здесь вот переключаемся в защитник, здесь переходим в защиту от угроз, здесь управление настройками, здесь в самый-самый низко оправляем, здесь добавляем что-то в исключение, не что-то, а ту папку, в которой у вас игры. Вот выбираем папку, и соответственно ищем на диске у вас папку с игрой, далее вы ее находите, выбираете и нажимаете выбор папки, в данном случае у вас тогда не будет комп проверять эти игры в момент загрузки. Обновление вы можете отключить вот здесь, то есть те же самые настройки, только в 11, вот здесь вы можете приостановить на одну неделю, и в данном случае у вас обновления будут отключены. Еще не забываем, что если у вас другой антивирус, вы включаете в нем игровой режим, еще не забываем, что вы можете включить файл подкачки, включается он точно так же, здесь вы можете перейти в именно систему, В системе перейти. Вот здесь система у нас. Здесь переходим о системе. И в данном случае вот здесь у нас есть дополнительные параметры. Вот они, параметры системы. Здесь немножко в другом месте, но это все то же самое. Переходим в быстродействие. Вот здесь у нас есть дополнительно. И вот здесь у нас есть файл подкачки. Думая со всеми настройками на Windows 10 и на Windows 11, в принципе, понятно. Переключаемся на десятку. В принципе, настройки очень похожи. Немножко просто в разных местах это все дело лежит. Думаю, это видео вам поможет значительно ускорить ваши игры. Эти настройки, они 100% помогают. Проверено уже на многих различных компьютеров. Это 100% работает. Ну и если это видео вам понравилось, не забывайте о том, что на канале есть целая куча других интересных видео, которые вы можете посмотреть. Ну а сейчас на канале вышел новый блог именно с новостями по IT-технологиям. Очень интересный. Очень-очень рекомендую посмотреть. Вот они видео по новостям. Вы сразу их отличите по превьюшке. Переходите, смотрите. Возможно, вам что-то понравится. Если что-то понравилось, подписывайтесь на канал, зовите своих друзей, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, что хотите. И на этом всем пока.